Здравствуйте, это канал Максимадзе и сегодня мы будем проходить RedBall 4, вернее заканчивать его, проходить. У нас осталась последняя глава, пятая, она называется Подземные ходы. У шарика подруга есть, которая попадает в беду, что нас вероятно отсылает к игре RedBall 3, там было то же самое. Правда она там не проваливается под землю, а ее похищает черный шар. Такие вот подземные ходы. Локация довольно интересная. Также нас встречают квадраты, вот такие вот, как и на всех главах. Они являются основными врагами. Также есть чекпоинты, звезды и появляется вот такой вот основной враг, который взрывается и от взрыва от него отлетают иглы, которые могут нас ранить и даже убить. Когда он нас видит, он сразу же взрывается, ну почти сразу. И это особенный враг этой главы. В первой главе особенным врагом был квадрат козел. Вот видите, каждый шип снимает у нас по одному сердечку. Ай, блин. Да что ты будешь делать, а? Каждый шип снимает у нас по одному сердечку. В первой главе особенным врагом был квадрат козел. А во второй квадрат ниндзя. Третий взрывной роботизированный квадрат. Четвертый лазерный электрический квадрат. А здесь... А здесь это вот такой вот взрывающийся квадрат с иголками, с шипами. И шипов в этой подземке много. Чем эта глава отличается от других? Здесь мы должны ключи искать, чтобы открывать выход на следующий уровень. И это уже дает какое-то разнообразие для геймплея. Блин. А, нет, все, выдержал. Устоял. Как он меня сейчас не увидел. Так, еще ключ. Мальчик. Звучит руководство... так звезда еще звезда чекпоинт ай блин ох как как он у меня не задело вообще же а а Субтитры сделал DimaTorzok Супер взрывающийся квадрат Ой, а что я тут сделать-то мог? Ну, если только вот так И вот так Да что опять глючит-то управление так, а? Так Вот, сразу же катится на нас Вагонетка с шипами Потому что здесь вагонетка Нет, только не меня Не задело Повезло Опять едет ко мне Ах, блин Только что хотел сказать Это был очень легкий уровень Так и я сдох Делается его заново начинать Так, давайте-ка направо Пока вагонетка не упала на нас Ну, на самом деле она не упадет Хотя теоретически должна была упасть Не телепортируются же объекты на следующий уровень Есть фонарики Со свечками Есть летучие мыши Но они Спрайтовые И он Глазами только Моргают Вот здесь надо Аккуратненько Проскочить А, блин Опять управление Чуть заглючило Блин Надо как Вот это место довольно сложно Надо мимо этого квадрата Проскочить Нет, мимо него не проскочить Надо Приманить его Да Блин Это, блин Ну это сложно Но это можно сделать Надо Постараться О Я смог запрыгнуть сюда Так, а этот ключ не стоит брать Что также немножко напоминает RedBall1 Там были моменты, где Переключатель не стоит К переключателю нельзя прикасаться Потому что платформа под нами может исчезнуть Редактор субтитров Хорошо 69 уровень Осталось 6 Всего уровней 75 в игре Что для игры Достаточно много Ни в одной игре Bones По-моему, столько уровней не было Обезвредили этой штукой Врагов Что он не допрыгивает-то До туда, блин Блин Капец какой-то Дай-ю-май-ю! 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 Дай-ю! Да блин! Вот это место сложное, если честно! Дай-ю-май-ю! 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 есть данном случае и режим speed рано посмотрим собственно я покажу вам различия в первых главах вот например давайте шестой уровень возьмем посмотрим насколько различается саундтрек собственно закат за камеры мои индикатор времени видим шкала постепенно уменьшается и если мы успеем пройти уровень до того как закончится то мы получим золотую медаль если не успеем то там дальше серебряный индикатор пойдет затем бронзовый а потом дальше мы типа не сумели справиться на отлично вот собственно по серебряный индикатор уже пошел теперь бронзовый спидранер из меня не очень собственно вот различия в саундтреке вот этой партии который сейчас играет и не было в клэш версии ладно теперь давайте из второй главы посмотрим чего-нибудь давайте посмотрим конец там 21 пусть будет поскольку это режим спидраны здесь отсутствует здесь отсутствует чекпоинты уровень надо пройти строго до конца без чекпоинта потому что ну потому что как бы логично мы должны проходить на время а если мы остановимся на чекпоинте какой-то спидран то пойдет окно золото мы уже упустили конечно собственно говоря во втором во второй главе саундтрек тоже различается по сравнению с флеш версии он здесь более качественные ударные инструменты здесь парк получше звучит теперь давайте посмотрим что-нибудь из мрачной фабрики собственно здесь саундтрек не различается от флеш версии но здесь но его качество здесь улучшено блин собственно чекпоинта не оказалось поэтому мы начинаем уровень сначала сколько мы убьем врагов не имеет значения в режиме спидрана также отсутствуют звезды забыл еще подметить потому что от них здесь нету толка здесь собирать их абсолютно бессмысленно поэтому их нету в этом режиме ну а враги нам служит в качестве препятствий поэтому они обязательно должны быть короче ладно вы принцип поняли на этом я пожалуй закончу прохождение этой игры в следующий раз я наверное пойду по играм серии баунс и начну наверное пожалуй с баунс так на сегодня все с вас подписывайтесь на мой блог и канал спадер вконтакте и всем пока